Какой факт об отношениях трудно принять? Лучше без отношений, чем отношения с плохим, аморальным человеком. Можно угробить всю свою жизнь, а ведь многие жертвуют этим, потому что лишь бы кто-то был. Это ужасно, как говорят, лучше одному, чем вместе с кем попало. Оттягивать расставание это не забота, а издевательство. У меня был парень, который оттягивал момент расставания, хотя уже знал, что не хочет быть со мной. Под конец этого всего, видимо, я его раздражала, он разговаривал со мной чуть ли не сквозь зубы, а я была неопытна и не понимала, в чем дело, и не заметила тот момент, когда любящий и нежный человек превратился в такой камень. Это все постепенно происходит. И когда разговор все-таки состоялся, я почувствовала облегчение, и само расставание произошло для меня безболезненно. Болезненно было то, что происходило до расставания. Скажу так, даже если у вас идеальная пара, и вы любите друг друга больше всего на свете, у вас всегда будет момент, когда вы будете плакать, а ваша половинка не узнает об этом, если только не выпытает этого. Даже если вы идеальная пара, всегда, рано или поздно, будет больно. Не обязательно от расставания или измены. Ваш партнер может причинить вам боль, даже не подозревая этого. И я не говорю про физическую боль, я говорю про душевную боль, из-за которой вы и будете плакать, а он, она и не узнает об этом. Никто вас, кроме себя, не полюбит. Вы никому не нужны. Любите себя, пожалуйста. Одна из самых стрёмных вещей, это когда она после длительных отношений вдоль и поперек тебя узнает. Тяжело свыкнуться с мыслью о том, что какой-то человек знает о тебе больше, чем ты сам. Отношения – это ещё не гарант счастья. Можно быть счастливым человеком без отношений несчастным, состоящим в браке. Всё сугубо индивидуально, однако ошибочно думать, будто бы всем нужна пара, и что отношения сразу решат все проблемы. Что в один день розовая пелена спадёт, и ты можешь ужаснуться от того, в кого была влюблена. Хороший умный парень может оказаться наркоманом и абьюзером. Открытие. Честные и равноправные отношения. Огромная редкость. Почти как единорог. В большинстве случаев кто-то кем-то манипулирует, обманывает, использует. Поставьте перед партнёром условия. Секс только после свадьбы, и вы увидите, что как личность вы не интересны ему. С вами просто удобно чпокаться, и ради этого можно играть в отношения без каких-либо серьёзных перспектив семейной жизни. Никогда не торопитесь с отношениями, даже если вы чувствуете, что он тот самый. Немного подождите, изучите этого человека. Возможно, если вы этого не сделаете, вам будет больно от того, что человек строит отношения совершенно по-другому. Мы до смерти любим тех, кто нас не любит, и в свою очередь губим тех, кто влюблён в нас. Если все эти советы принять во внимание, то тут два варианта. Первое – жить вообще без отношений. Второе – менять всю жизнь партнёров, постоянно бегая. Меня оба варианта не устраивают, я готов идти на компромисс, если и девушка будет готова идти тоже на компромисс. Партнёры – это не психолог, что всегда знает, что тебе надо, и что ты хочешь услышать. Люди разные, не могут читать мысли друг друга, так что, это касается и обычной дружбы, предъявы вроде «ты неправильно, меня поддерживаешь» ужасно неуместны. Одно дело, когда речь идёт об открытом эгоизме по отношению к другому, но другое – когда человек просто выражает мысли по-своему. Правда в том, что в какой-то момент над нами могут начать преобладать эмоции. А эмоции – это как пьянство, а на следующее утро, не зная, что произошло вчера. Влюблённость проходит максимум через три года, может и через 18 месяцев у обычных людей. Дальше идёт привязанность иногда, но ваш мозг может и, скорее всего, будет пытаться изменять. Ему нужно стремиться к беспрерывной влюблённости. Мы – дофаминовые наркоманы. Иногда твоему партнёру или даже тебе на самом деле требуется личное пространство побыть одному, и это не обязательно связано с тобой. Просто у человека помимо отношений есть и своя жизнь, в которой происходят события. Быть влюблённым в кого-то не означает готовым быть ответственным за этого человека. Проблемой это может стать, когда пара в том возрасте, когда она готова построиться в местное будущее. Ещё хуже, когда один из партнёров в принципе не способен нести ответственность за кого-то. Я бы добавила, что никто не виноват в том, что его чувства пропали. Это не делает его предателем, лицемером и плохим человеком. Ты не сможешь найти человека на всю жизнь для любви. Для того, чтобы любовь продолжалась, пара должна всегда показывать свою любовь, даже когда её нет. Показывая её, она опять зарождается, потом опять угасает. Если хотя бы один человек в паре не знает этот секрет и не старается, отношением конец. В фундамент отношений входит такое понятие, как доверие. Если один из партнёров или даже двое недоверчивые люди, то их отношения не затянутся надолго. Мне нужно личное пространство. Не такая однозначная фраза. Если она не сказана в процессе конфликта, она значит ровно то, что значит. Вы не должны быть привязаны друг к другу, зависеть друг от друга или проводить всё время вместе. Людям нужно время, когда будут наедине с собой или в компании других людей. Любовь ни за что просто так. Это материнская любовь. Ни один другой человек не будет любить так же. В действительности, когда человек говорит так, он пытается скрыть то, что влюбился во внешний статус. Либо какие-то определенные черты характера или поведения человека. А может, если думаешь о расставании, поговорить о чувствах? Поговорить о том, что ты не хочешь боль причинять своей половинке и ты хочешь решить проблему. Мне кажется, это будет и честно и правильно. Вы вместе обсудите. Можете ли вы преодолеть то, что вас сейчас разделяет? Или расставание это лучший выход? Раньше я жил во дворе, где я познакомился с одной девочкой. Вскоре я признался ей в своих чувствах. Она ответила так же. После она сказала, что будет всегда верна мне. Странная фраза для девочки 5 лет. После родители решили переехать и мы уехали. Я очень хочу найти ту самую девочку, но кроме её имени и адреса я ничего не знаю. Просто не помню. Даже если она меня больше не любит, в этом я очень сильно сомневаюсь, она помнит и держит своё слово. То я надеюсь стать хотя бы другом. Просто чтобы быть с ней рядом. Первое. Возможно я покажусь старомодным, но для меня всегда было странно то, что в нашем мире менять своих партнёров как перчатки вполне обуденно и нормально. Все так относятся к этому, как к обновлению своего гардероба. Я не в силах понять простой и жестокой истины. Почему люди, которые клянутся в своей верности и преданности, так легко изменяют своим любимым, тем самым уничтожая свои отношения в мгновение? Само собой, из этого вопроса вытекает ряд других очевидных вопросов, которые не нуждаются в представлении. У меня всё это никак в голове не укладывается. Если ты не способен выстраивать свои отношения с любимым человеком, поддерживать их в долгосрочной перспективе и учиться на протяжении всего времени, то бишь развивать и дополнять друг друга как личность, то на кой чёрт тогда ты взялся за это сложное дело? Я могу показаться чёрствым и даже бездушным, однако я считаю, что если человек однажды облажался касаемо отношений, то он, она попросту больше не заслуживает шанса на новые отношения в принципе. По одной простой причине, что нет никаких гарантий, что новые отношения не станут прошлыми отношениями. И во-вторых, опять же, нет никакой гарантии, что он, она не сломает кому-то жизнь своим болезненным расставанием. Второе, кто-нибудь из вас хотя бы раз задумывался о том, какие последствия несут в себе ваши, пусть даже мелкие расставания. Подобные события меняют людей кардинально и порой даже невозвратно. Очень многие на почве измены и ревности убивают самыми разными и устрашными способами, насилуют своих обидчиков или тех, с кем была измена, и даже съедают друг друга в прямом смысле этого слова. Кто-то заканчивает жизнь самоубийством из-за неразделенной любви или недопонимания в отношениях. Кто-то сходит с ума вследствие тех же самых убийств и насильственных действий. Кто-то обязательно спивается, садится на иглу, пытаясь заглушить боль, расставание или мысль о том, что они больше никому не нужны, что они больше не в состоянии вернуть в прошлое или обрести новую любовь, или же их попросту гложет чувство вины. Я могу перечислять все возможные версии расставаний, но до бесконечности, но боюсь, времени на все это не хватит. Третье. Я не понимаю людей, будучи состоящих в отношениях только ради физической удовлетворенности и при всем этом удивляться их внезапным расставанием, не понимая в связи с чем это произошло, или же продолжать отрицать факты самого расставания. Зачастую таким людям наплевать на личностную и психологическую составляющую друг друга. Как правило, один или оба считают своего партнера исключительно как сексуальный объект, не более. А потому происходят измены с обеих сторон. Я прекрасно все понимаю. Мы все нуждаемся в той или иной мере физического удовлетворения, но и про банальное общение между собой ни в коем случае нельзя забывать. Общение делает нас людьми, а не только секс-игрушками. Необходимо узнать и познать друг друга настолько, насколько это возможно. Вам также необходимо знать, что вы из друг друга представляете как отдельные личности. Вы должны чувствовать друг друга не только физически, но и психологически во всех аспектах ваших отношений и, соответственно, вашей жизни. Когда вы наконец осознаете это, то тогда вас ждет особая награда в виде истинной бесконечной любви, о которой так слагают легенды бесчисленное множество раз показанных на всех возможных и известных нам кинолентах. На этом все. Большое спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также в описании я оставлю ссылку на телеграм-канал, где я публикую еще больше подобного контента, переведенного на русский язык специально для вас. И еще раз всем большое спасибо за просмотр. Пока.